здравствуйте дорогие друзья в эфире передача просто о вере я ее ведущий священник сергий рыбаков осталось совсем немного времени до пасхи буквально полторы недели и чем ближе мы к пасхе тем напряженнее время становится напомню что наша святая четыридесятница наш сорокодневный пост заканчивается в эту пятницу страстная седмица уже в сорокодневный пост не входит в это время мы уже размышляем рассуждаем не о своих грехах не о том что чего мы достигли или чего не достигли мы замираем в благоговейном молчании и смотрим как христос господь идет на вольную смерть нашего ради спасения восходит на голгофу для того чтобы умереть и на третий день воскреснуть и вот сегодня в нашей передаче мы поговорим о собственно говоря смерти христа для чего она нужна нужна ли она была была вообще можно было ли ее избежать и поговорим с нашим гостем священником дионисием кузнецовым здравствуйте батюшка здравствуйте ну вот я обозначил немножечко до эфира да то почему вдруг возникло желание об этом говорить понятное дело что в преддверии пасхи ни о чем другом и говорить в общем-то и не хочется и думать мы призваны именно об этом и говорить мы будем не о чем-то новым мы будем говорить о хорошо известным и старым но постараемся поговорить по-новому на вот подойти к рассмотрению хорошо известных евангельских событий с несколько другой новой стороны вот потому что обычно эти вопросы считаются неудобными обычно эти вопросы и не освещаются сам вона проповеди обычно мы не говорим то есть не ставится под вопрос а можно ли было по-другому но эти вопросы задают люди светские люди которые впервые для себя открывают священное писание и для очень многих встают такие вопросы ну собственно говоря зачем нужно было умирать раз можно ли было это избежать два а люди дотошные в чтении священного писания находят ну вот в том числе улавливают некие смыслы в прочтении что христос например изначально не говорит о смерти вот что о смерти он начинает говорить со своими учениками уже по прошествии нескольких лет проповеди и когда он видит может быть безрезультативность своей проповеди когда его воспринимают как фокусника как мага как чудотворца который исцеляет врачует изгоняет бесов и собственно только за этим поэтому за ним идут у него возникает вот вопрос который он обращает к ученикам своим незадолго до смерти за кого меня почитают и когда он получает ответ что кто-то почитает за пророка кто-то и за илью кто-то за иоанна крестителя воскресшего на вот последней надеждой его является обращение к ученикам за кого почитаете меня вы и когда получает исповедание что ты христос сын божий с этого момента он начинает говорить о своей смерти что сыну человеческому надлежит все-таки пострадать возникает вопрос то есть можно ли было избежать этой самой смерти могла ли могла ли история со христом связанная пойти по-другому вот предлагаю это все и обсудить в сегодняшней нашей передаче когда мы говорим о том зачем христос принимает пресную смерть здесь очень важно разделять то что мы для себя думаем об этом и то что христос говорит из начала то есть во первых бог обращается к людям с самого момента их творения обращается в том числе и тогда когда они отпадают от него он не отворачивается от адам и евы он говорит один из ваших потомков вернет вам рай и вот собственно с этого начинается путь христа с этих слов по крайней мере откровение о его пути начинается с этих слов и поэтому когда христос приходит он конечно ожидаем его ждут но ждут люди по-разному ждут его каждый для того чтобы он осуществил те чаяния которые есть в человеке и поэтому когда христос приходит к людям они безусловно ожидают что он будет тем самым мессией о котором говорили пророки на пророки говорили о нем очень по-разному и всегда их слова это как такие вот искорки на темном небосклоне то есть они говорили много о чем в основном они говорили об исправлении грехов народа а пророки прежде всего для этого приходят напомнить людям что они уклонились от пути обозначить им это что и потребовать вернуться на путь к богу но в том числе они произносили пророчества о христе о грядущем мессии и поэтому конечно же были толкования священнослужители израильские они толковали о том кто такой мессия должен быть как он будет нести свое служение и вот это понимание священнослужителями законоучителями народом самим она в корне расходится с тем что христос сам являет в мире ой и поэтому можно сказать что избежать христос смерти мог но только в человеческом понимании потому что цель его пришествие она в том состоит что человек соединяется с богом навсегда и вот это вековое тысячелетнее разъединение со времен на дам человека и бога оно преодолевается самим христом и если бы христос избежал смерти чтобы это дало это дало бы если бы это был не христос истинный мессия а тот мессия который оправдывает ожидания людей это просто был бы очень успешный политик который бы реализовал бы планы имел бы силу например власть реализовывать мечты людей а о чем мечтали людей и историки библеисты и историки археологи говорят что израильтяне в это время конечно же будучи под гнетом римской власти они ожидали избавление во-первых от этой оккупации во вторых они ожидали исполнение самой заветной мечты что царство израильскому больше не будет конца а христос говорит царство царство моему не будет больше конца христос царствует и он говорит где он царствует сердце человека вот престол на котором любят восседать и вышли и вот это было как раз тем что непонятно было людям они ожидали что христос сделает народ израильский непобедимым для всех остальных прочих народов что больше никогда не вавилонская не персидская не римское царство не сможет поработить народ израильский царство израильское будет в честь и славе доходил вплоть до таких странных представлений что будут ежевечерние пиры вечери устраиваемые где обильно будут праздновать каждый день вот праздник такого благоденствия действительно царство божие на земле что люди не будут иметь нужды больше тяготиться своим существованием именно так воспринимали христа именно поэтому в первый раз его захотели всеобщий порыв сделать царем когда он накормил питью хлебами нам несколько тысяч людей а потому что это очевидно вот то самое для нас сейчас может быть это не так понятно вне исторического контекста почему это вдруг захотели почему не после исцеления не после воскресенья а потому что как раз ждали что будут все голодные накормлены и вот это христос делает он оправдывает ожидание и поэтому когда люди ринулись провозгласить его царем он тут же снова возвращает к тому для чего он изначально пришел он говорит им о царстве небесном и говорит им о евхаристии говорит им о теле и крови своей и тут апостолы уже возмущается какие странные слова кто может это слушать потому что и для апостолов он не тот кого они ждут и так происходит каждый раз вплоть до самого креста когда христос говорит там есть ли у вас нож они говорят есть два ножа он говорит довольны этого и когда приходит его пленять один из апостолов берет в руки нож и начинает как ему кажется исполнять то что на и надо отсекает ухо одному из слуг при пришедших пленить христа христос его останавливает исцеляет он не для этого пришел не для того чтобы из-за него пострадали а чтобы он сам пострадал и он говорит об этом прямо то есть если для учеников эта мысль появляется не сразу в устах христа а только тогда когда они видели и славу его и и чудеса им совершаем и те чудеса которые может совершить только бог исцеление слепорожденных воскрешение мертвых и для них очевидно что он христос сын божий очевидно но он все равно не тот я вот хотел бы немножечко остановиться мы с вами до эфира немножко этот разговор начали мы говорили о том что вот сейчас у наших современных христиан но и тех кто читает библию очень четко вот устоялось мнение что есть два завета есть некий ветхий старый завет есть некий новый завет и приходится иногда людям напоминать что на самом деле завет 1 завет который предполагает возвращение человека к богу и собственно говоря вот верность этому завету ветхом завете называется праведностью да то есть когда с одной стороны человек свою верность доказывает соблюдением заповеди соблюдением закона а господь собственно откликается на эту верность завету своей верностью что он обещанное даст христос ведь приходит и напоминает именно об этой праведности об этой верности о том что человек призван быть верным завету вот я к чему это эту ремарочку вставляю к тому что как мы тогда ответим на вопрос о совместимости человеческой свободы а что было бы если бы но понятно жизни история не знает слагательного наклонения но все таки если пофантазировать а что было бы если бы христа поняли так как он того и хотел то есть вот например на все его проповеди попали бы в десятку в сердце человека люди бы действительно вдруг поняли что они ждут не того царя и поняли что христос то именно тот самый царь царь небесный да не царь земной неземное царство приходит дать на ну и условно говоря не захотели бы его распинать здесь если только теоретически это возможно предположить почему потому что природа человеческие взаимоотношения она как раз говорит они наши неспособности слышать не только бога на и друг друга это очень важно то есть сейчас мы можем сказать наше время более гуманное чем тысячи там лет или две тысячи лет назад но все конфликты между людьми а конфликтов сейчас очень много они случаются именно из-за того что люди не хотят слышать друг друга друг друга им человеческое в другом человеке непонятно как они могут понять бога если даже на человеческом уровне не хотят договариваться ведь здесь именно в том дело что не хотят когда человек я не хочу тебя слышать мне все равно почему ты это сделал когда человек сознательно воздвигая стену между собой и другим человеком и не важно какие есть у тебя причины для твоих поступков христианская церковь сейчас учит христиан тому чтобы оправдывать человека отделять поступки его грехи от самого человека и мы говорим что это очень трудный навык психологи работают с людьми которые может быть церковь им не близка к тому чтобы научиться понимать друг друга поддержку оказывать друг другу и тем не менее зла и непонимание в людях очень много это действительно вот это вот трагическая наша черта непонимание и поэтому когда они не ведь они откликаются на пробовать илова это действительно уникальный пример в истории не только ветхозаветные а вообще в истории взаимоотношений человека и бога бог посылает пророка люди внезапно его слышат внезапно но при этом мы же в евангелии неоднократно натыкаемся на удивление господа бога да то есть господь удивился вере одного вере там другой вот именно вот то есть происходит вот это вот прозрение проникновение но вот но опять же к вопросу да что допустим пофантазировать а если бы это прозрение если бы такая вера была не единичным случаем а случаем всего народа я просто к чему веду к чему клоню потому что у многих вопрос возникает не было ли например иуда бедный несчастный иуда предопределен к предательству где его свобода в этой ситуации да то есть здесь получается как бы господь взял и подтолкнул его и к предательству пилата подтолкнул к тому чтобы мыть руки первосвященников подтолкнул к тому чтобы те на воздвигли на него откровенный ложный суд народ подтолкнул к тому чтобы те закричали распнили для того чтобы просто совершилась казнь на голгофе вот здесь нужно разделять два момента первое это знание о судьбах и привычках и склонностях человека и знание о судьбе конкретного человека христианская церковь по крайней мере в большей части своей отвергает предопределение поступков человека предопределение его жизненных каких-то границ да безусловно не мы решаем где нам родиться в каком месте от каких родителей в какой стране в каких стартовых условиях и мы это не определяем более того мы не определяем какие болезни в нас генетически заложены какие склонности характером нас генетически заложен но мы определяем что нам с этим всем материалом делать фактически свобода наша она только в свободе поступков тех поступков которые мы осознаем как выбор здесь тоже христиане ведь говорят о невольных грехах да то есть о тех грехах которые являются следствием других вольных поступков если человек привык например беспощадно относиться эгоистично относиться к другим людям вряд ли мы удивимся тому что он невольно осуждает или скажем так гневается на других он этого может быть даже не замечает и считает что он не гневливый человек и никого он не осуждает он просто разумно мыслит рационально мыслит а мы говорим в тебе столько гнев и раздражение столько желчи почему а если человек привык идти по чужим телам для достижения своих целей он не замечает этого именно уже один грех вольный осознаваемый тянет за собой другое что касается иуды и других участников вот этой драмы распятия безусловно было предсказано что будет предатель заметьте кому христос дает ящик с пожертвования почему христос дает его иуде если допустим вы начальник и вы знаете что у вас есть вороватый человек вряд ли вы посадите его бухгалтерию наоборот христос дает ему именно ящик что делает вороватый человек если он не допущен в бухгалтерии он подозревает бухгалтера он говорит наверняка бухгалтер ворует потому что он сам бы так поступил и он подозревает других обвиняет воровстве потому что сам вор и христос дает вору ящик на неси вот это в твоих руках вот ты можешь сделать с этим то что ты считаешь возможным и правильным и бог наполняет человека мерой его мечты ведь самое страшное это не то что бог не отвечает на наши вопросы чаще всего а то что он как раз отвечает дает сбыться нашим желанием позволяет им сбыться и мы чаще всего разрушаем себя именно не тем что чего-то не достигли а тем что мы сумели достичь чаще всего именно осуществление наших сокровенных желаний приводит нас какой-то катастрофе человек стремился допустим к тому чтобы его дети были образованы имели он все положил для того чтобы да а потом выясняется это его не радует и он переживает трагедию личную трагедию то что то что он вкладывал в детей требовал от них не привело его к счастью потому что не в этом оказывается было счастье или человек лично стремился к успеху и пережил крах именно тогда когда не хочет достичь христос когда дает иуде ящик он хочет чтобы иуда сам увидел что это неважно что это не главное что это не то о чем может быть счастлив человек с чем он может что было бы если бы иуда увидел это если бы он понял понял поздно познал свою природу он понял это когда христа распяли он это понял тогда когда осуществились все его планы до конца вот это здесь как раз очень важно он это понял просто вопрос как он это оценил он пошел и повесился да то есть он сказал я согрешил придав кровь неповинно двух каждому человеку хотя бы однажды в жизни дает возможность увидеть себя таким какой он есть и свои поступки такие какие они есть просто если человек привык стремиться ко злу это зло в себе оправдывать то тогда в нем не происходит изменение в лучшую сторону он впадает в отчаяние отчаяние от крушения своих планов и поэтому был ли иуда предопределен к повешению и был ли он предопределен к предательству лично он нет был христос бог зная природу человека знал что при явится предатель и он об этом говорит на тайной вечере но горе тому кому сын человеческий придается должен явиться предатель но кто именно им станет выбираем мы сами люди да всегда находится тот человек который больше подвержен корысти и злобе ну разве мы не можем сказать что остальные ученики тоже не предали они предали тоже и оказалось что предатель гораздо больше чем один и отрекается и петр да и вот опять же предопределено ли было это когда каин задумал убийство авеля бог обращается к нему прямо и говорит каин почему паникло лицо твое грех у двери лежит у двери лежит но ты господствуй над ним он предупреждает но не лишает человека свободы выбора для чего говорит христос петру ты отречешься от меня он говорит предупреждает как сказал один из православных подвижников бог знает наше будущее но мы в силах его изменить вот тоже единственный раз когда это происходит в положительном ключе это проповедь пророка ион да это действительно исключение и бог сообщает нам наше будущее но не предопределяет каждого конкретного человека к тому чтобы он прошел по этой дороге говорит у тебя есть большая опасность что ты пройдешь по пути погибель и есть узкий путь спасения по которому ты тоже можешь пройти я зову тебя по узкому пути но человек чаще всего идет по широкому и говорит господи ну а как иначе разве можно было иначе господи почему ты спрашиваешь с меня так как адам говорит ты мне дал жену ты мне дал жену не спрашивай с меня как смеешь ты спрашивать с меня что я съел запретный плод ведь ты мне дал ту женщину которая дала мне это запретный плод разве я мог поступить иначе спасибо большое отец для нисе у нас осталось совсем немного времени немножечко мы подытожим для наших телезрителей единственное что должно нам сейчас сказать что мы этот разговор вовсе не закончили у нас еще встретимся в следующий раз и именно разговор о смерти и от тех участниках которые в казни принимают участие мы тоже поговорим о их мотивах о мотивах первосвященников о мотивах римской власти о мотивах народа на вот этот разговор будет продолжена на данный момент мы находящиеся в преддверии входа господня в иерусалим должны прежде всего понять что мы вспоминаем не события давно минувших дней предания старины глубокой мы заново вновь и вновь проживаем на эту историю то есть евангельская история оживает благодаря нам и очень важно понять где твоя свобода к чему она направлена на чьей стороне ты и в чьей роли ты себя в том числе видишь в этих событиях вот с этими размышлениями дорогие братья и сестры мы вас сегодня сопровождаем и в следующий вторник мы вновь встретимся с отцом дионисием и продолжим этот важный и интересный разговор храни вас господь до скорых встреч а 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 и а Продолжение следует...